Аврора Медиа В Хабаровске обсудили подготовку к пассивной кампании 2024. В регионе прошли масштабные учения МЧС. Хабаровский край осваивает новые направления экспорта. Всероссийские соревнования по дзюдо завершились в Хабаровске. В Хабаровске прошли игры боевых искусств ДФО. 22 марта в Москве произошел теракт в концертном зале Крокус-Сити-Холл. 13 горняков уже более недели остаются заблокированными в обвалившемся руднике «Пионер». Совбез ООН принял резолюцию с требованием немедленного прекращения огня в газе. В Мэриленде обрушился автомобильный мост длиной 2,5 километра. Новости Хабаровского края В Хабаровске состоялось заседание оперативного штаба по повышению устойчивости экономики края в условиях санкций под председательством губернатора Михаила Дегтярева. На повестке «Подготовка к пассивной кампании 2024» министр сельского хозяйства края Павел Старожук рассказал о подготовке к пассивной. План на 2024 год – увеличение площадей до 62 тысяч гектаров. В 2024 году кампания стартует после 20 апреля. Сейчас аграрии активно готовятся. Формируются необходимые запасы семян и дистоплива. Приводится в порядок сельхозтехника. «Михаил Дегтярев поручил Минсельхозу и Минтрансукрая совместно держать этот вопрос на контроле. Также нужно продолжить оказывать сельхозтоваропроизводителям поддержку», – обратил внимание глава региона руководителей ответственных ведомств. В завершении Михаил Дегтярев еще раз подчеркнул. Вопросы, связанные с пассивной, нужно держать на особом контроле. Губернатор Михаил Дегтярев и начальник ГУМ ЧС России по Хабаровскому краю генерал-лейтенант Матвей Гебадулин дали старт учебно-методическим сборам по предупреждению ЧС, связанных с паводками и ландшафтными пожарами. Региональные ведомства и службы доведут до глав муниципалитетных образований основные требования и порядок работы в случае возникновения угрозы чрезвычайной ситуации. В течение двух дней участники сбора ознакомились с основами подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод и подготовки населенных пунктов к пожароопасному сезону, а также защите населения и имущества ОЧС природного и техногенного характеров. Сейчас объединенная группировка Хабаровского края, способная реагировать на различные нештатные ситуации, составляет более 9000 человек и около 4000 единиц техники. Как отметил Натвей Гебадуллин, такие учебно-методические сборы проводятся в регионе уже не в первый год, и они имеют свой результат. У глав есть возможность обменяться опытом, подчерпнуть новые знания, изучить нововведения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, получить готовые алгоритмы работы. Бизнес Хабаровского края продолжает осваивать новые направления экспорта. По итогам 2023 года доля несырьевого неэнергетического экспорта региона составила 70%, что на 8,5% пунктов выше прошлого года. Об этом на заседании экспортного совета при губернаторе края сообщила первый зампред правительства края Мария Авилова. Пандемия оказала колоссальный эффект на формирование новых трендов международной торговли, продвижение правильного питания и экологически чистых продуктов, активное использование каналов электронной торговли. Центр экспорта Хабаровского края активно встроился в эти тренды и 2023 год демонстрирует первые результаты. Так, на рынке Казахстана и Белоруссии вышли джемы марки «Густа», кофемарки «Сиеста», на рынок Киргизии с аэродромной техникой вышла компания «Региональный технический центр». Развитие экспорта туристических, образовательных и медицинских услуг, а также креативных индустрий, анимации, дизайна, моды, IT-услуг станет одной из ключевых задач текущего года, стоящих перед Краевым центром экспорта. Наибольшее внимание также будет уделено расширению и укреплению связей с Белоруссией, Китаем, Монголией и Вьетнамом. Запланированы бизнес-миссии и участие в международных выставках с формированием Краевой экспозиции. Спортсмены Хабаровского края стали победителями всероссийских соревнований под дзюдо на призы Вооруженных сил Российской Федерации. Они прошли в Краевом центре единоборств 22 марта. Эти состязания Хабаровск принимал впервые. Борьбу за медали вели представители не только Дальнего Востока, но и других регионов страны. В общей сложности дзюдоисты Хабаровского края стали обладателями 13 медаль всероссийских соревнований. Добавим, что большое внимание президентскому виду спорта уделяет губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. После создания в 2022 году Федерации дзюдо ДФО, которую возглавил первый вице-губернатор региона Александр Никитин, этот вид единоборств получил новый импульс для развития. В Краевом дворце единоборств прошли игры боевых искусств Дальневосточного федерального округа. Масштабные соревнования проводились в Хабаровске восьмой раз. В этом году участниками игр стали 3800 юных спортсменов-любителей боевых искусств и восточных единоборств из девяти регионов Дальнего Востока. Также в программе соревнований прошли мероприятия военно-спортивной направленности, которые прошли совместно с Центром военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин». Все желающие смогли управлять симуляторами ФПВ-дронов, научиться разбирать и собирать автомат Калашникова и изучили элементы тактической медицины. Участники и гости соревнований вместе с волонтерами «Мы вместе, Хабаровский край» изготовили своими руками маскировочные сети для бойцов, выполняющих боевые задачи на первой линии фронта в рамках СВО. Завершили программу игр, захватывающие галлофиналы. Новости России Теракт в Москве произошел 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Нападавшие расстреляли посетителей и устроили пожар. По последним данным, погибли 139 человек. По официальной статистике, это крупнейший теракт в истории современной России. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области. Глава Следственного комитета России Александр Быстрыкин заявил, что обвиняемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» дали показания о заказчиках. Все обвиняемые на допросе и в суде признали свою вину. Кроме того, они дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления. О заказчиках – лицах, оказавших содействие в подготовке теракта. Президент Владимир Путин заявил, что Россия знает, что теракт совершен руками радикальных исламистов, но высказался о необходимости узнать заказчиков. Директор ФСБ Александр Бортников считает, что самостоятельные исламисты не смогли бы подготовить теракт. Им должны были помочь. По его словам, первичные данные, полученные от задержанных, подтверждают украинский след. Обвал горных пород на руднике «Пионер» в Зейском районе Амурской области произошел вечером 18 марта. Под завалами оказались 13 человек. Сначала сообщалось, что шахтеры заблокированы на глубине 125 метров. Затем было объявлено, что они находились на глубине 147 метров. Связь с горняками пропала сразу же после обрушения. Управляющий директор рудника «Пионер» Алексей Бирюков был задержан 25 марта по делу о нарушении требований безопасности. Прокуратура региона сообщила, что возбудила уголовное дело о халатности. Еще одно уголовное дело завели против сотрудника Дальневосточного управления Ростехнадзора. Основанием для возбуждения дела послужили материалы проверки, проведенные органами прокуратуры. Кроме того, как уточняет прокуратура при Амуре, должностные лица управления Ростехнадзора не приняли решение о приостановке деятельности рудника в административном порядке. На месте работает несколько групп спасателей, в том числе из соседних регионов и Кузбасса. Ситуация осложняется притоком грунтовых вод. В Приамурье введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при введении работ. Новости мира Совбез ООН принял резолюцию с требованием немедленного прекращения огня в Газе. В принятой резолюции ООН требуют от обеих сторон конфликта прекратить огонь на время Рамадана. В этом году с 10 марта по 9 апреля. Обеспечить немедленное освобождение израильских заложников и беспрепятственные поставки гуманитарной помощи в Газу. Резолюции поддержали 14 странцев без ООН, включая Великобританию, Китай, Россию и Францию. США воздержались при голосовании. При этом Соединенные Штаты наложили вето на поправку, предложенную Россией, о том, что прекращение огня должно быть постоянным. В Балтиморе, штат Мэриланд, сингапурское грузовое судно «Дали» врезалось в опору моста. По данным местных властей, в результате происшествия моста через реку упали несколько автомобилей, в том числе грузовик с прицепом. В мост врезался 300-метровый контейнеровоз «Дали», который ходит под флагом Сингапура. В результате столкновения контейнеровоз застрял среди обломков рухнувшего моста. Федеральное агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США сообщило, что перед столкновением с опором моста судно «Дали» потеряло ход. Шесть человек числятся пропавшими без вести. Береговая охрана США объявила, что, учитывая температуру воды и воздуха, они, скорее всего, погибли и поисковая операция прекращается. Как сообщил губернатор Мэри Лэнда, судно перед столкновением подало сигнал бедствия, и рабочие перед столкновением успели перекрыть движение. Президент США Джо Байден отметил, что столкновение контейнеровоза с опорой моста не было преднамеренным и произошло случайно. Благодарим за просмотр! Следите за актуальными новостями по интересам в экосистеме телеграм-каналов Аврора Медиа.